Добрый вечер, уважаемые рязанцы! В эфире программа «Городские встречи». Вот уже более четверти века зорко следит за исполнением закона отечественный антимонопольный орган. В прошлом году исполнилось 10 лет со дня появления знакомого нам закона о рекламе. А вот сколько живет на свете такое явление, как социальная реклама, точно не скажет никто. Удачная картинка, подкрепленная емким лозунгом, давно стала самым надежным способом привлечения внимания. Об этом и не только. Сегодня говорим с заместителем руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области Владимиром Луканцовым. 26 лет назад было принято решение о создании антимонопольных органов и создавались они по образу и подобию Федеральной торговой комиссии в США. То есть на антимонопольные органы изначально были возложены функции антимонопольного контроля, контроля рекламной деятельности и защиты прав потребителей. Рыночная экономика в 90-е годы для нас это было новое явление. Было принято решение все нормы, которые регулируют рекламную деятельность. А рекламная деятельность это важнейшая часть предпринимательской деятельности. Некоторые виды бизнеса в принципе не могут существовать без рекламы. Это двигатель торговли. Безусловно, согласен с вами абсолютно. Было принято решение свести эти нормы в один закон. И в 95-м году был принят первый закон о рекламе. Он существовал до 2006 года. Но тем не менее свою функцию он в полной мере не выполнил, потому что нормы, которые регулируют деятельность рекламную, все равно расползались по другим нормам права. Поэтому было принято решение с учетом всего опыта более чем 10-летнего в 2006 году создать новый закон о рекламе. Он был в довольно короткие сроки принят. И с 1 июля 2006 года вступил в силу. По нему мы уже работаем 10 лет. Постоянно вносятся какие-то изменения для того, чтобы правоприменительная практика была более эффективной. Мы с вами сегодня выбрали достаточно узкую тему. Это социальная реклама. Давайте напомним, что она подразумевает. Исходя из законодательного определения, социальная реклама – это реклама, которая направлена на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей или информации, которая распространяется в интересах государства. Вот казалось бы просто. Но как журналист я понимаю, как это может выглядеть. То есть лишнее слово, агрессивная музыка, не та картинка, и уже собственно и социально она превращается в некую агитационную еще какую-то. Я правильно мыслю? Совершенно верно. Поэтому статья 10 закона о рекламе, она регулируя отношения в этой сфере, устанавливает, что в такой рекламе запрещено упоминание товаров, а также всяких моделей, артикул, товарных знаков, упоминание хозяйствующих субъектов, кроме спонсоров, упоминание даже физических лиц, кроме тех людей, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию, либо нуждаются в медицинской помощи. То есть довольно жесткое ограничение введено законодателем. Социальная реклама, она не должна и не может никоим образом быть направлена на привлечение внимания к товару, к его продвижению на рынке, к рекламодателю. Но с другой стороны, социальная реклама о безопасности правил дорожного движения, мы показываем, как малыша пристегивают в детское кресло, и это кресло, собственно, кто-то же выпустил, у него есть марка, у него есть какие-то логотипы, если вдруг это попадает в кадр, то это уже не социальная реклама. Это противоречит требованиям закона о рекламе, но есть одно маленькое исключение. В рекламе в социальной допускается упоминание о спонсоре. Да, ну, примитивно, к вашей сфере деятельности не более трех секунд и не более 7% площади кадра может занимать упоминание о спонсоре. То же самое в радиорекламе, не более трех секунд, а в наружной рекламе информация о спонсоре должна занимать не более 5% общей рекламной поверхности, общей площади рекламы. Ну, понятно, что мы крутимся в этой сфере, мы должны узнавать такие вещи, спрашивать, читать, советоваться. Ну, обычные люди, которые просто хотят помочь, они организуют какой-то фонд помощи или что-то все-таки пропагандируют, какую-то светлую мысль, они этого абсолютно точно не знают. Что вы посоветуете, где почитать, куда обратиться, с чего начать? Сайт Федеральной антимнопольной службы 3WFASGOF.RU и сайт нашего управления 3WRZANFASGOF.RU это ресурсы, которые мы стараемся держать в тонусе, постоянно обновляем, и обратившись к этим ресурсам, можно прочитать и о практике применения, и о тех решениях, которые мы принимаем, и там выложены и законы, и разъяснения, и прочее. Я все-таки полагаю, что ошибки, которые допускают люди, которые это делают, они больше сознательный характер носят, чтобы наоборот что-то было услышано, какая-то информация, которую нужно донести. Совершенно верно, потому что хотим мы того или не хотим, но под видом социальной рекламы зачастую пытаются разместить рекламу, которая направлена на продвижение товара на рынке, а что еще хуже, реклама тоталитарных сект, ненадлежащих религиозных организаций, то, что опасно для общественности, для жителей. На слуху это понятно, но мы привыкли видеть, мы открываем социальную страничку, и первое, что вылетает, это какой-то ролик. У нас был пример с наружной рекламой, когда распространялась под видом социальной рекламы реклама одного религиозного объединения, не буду его называть, дабы, так сказать, не привлекать внимания, которая по своей природе являлась тоталитарной сектой. Как раз вот это тот яркий пример, когда мы в взаимодействии с органами безопасности и с нашей епархией, заручившись соответствующими экспертными мнениями о том, что эта реклама, эта религиозная организация по своей природе является сектой. И, слава богу, найдя понимание, так как эта реклама распространялась на счетах городских в администрациях города, предприняли действия, направленные на то, чтобы эта реклама перестала распространяться. А какое это наказание тем, кто распространял? Мы не стали здесь уходить в дебри квалификации, вот такой жесткой квалификации, через решение антимонопольного органа и признание этой рекламы ненадлежащей. Мы исходили из той нормы права, что реклама, которая распространяется на счетах, наружная реклама, она может быть либо коммерческой, либо социальной. Вот те флайеры, которые нам раздают, это тоже реклама. Относится это сюда? Безусловно, потому что реклама – это информация, которая распространяется любым способом, с помощью любых средств. То есть мы вынимаем газету из почтового ящика, там некая бумажка, и если вдруг мы понимаем, что не нравится нам содержание, но вот что-то, знаете, цепляет глаз, что дальше делать? Необходимо обращаться к нам, в антимонопольный орган. Если это очень сложный вопрос с точки зрения квалификации, то у нас есть очень действенный механизм – общественный совет по рекламе, куда входят у нас и эксперты, и филологи, и лингвисты, социологи. Мы собираем в сложных случаях этот совет и принимаем решение, есть ли признаки нарушения законодательства рекламы. Если они есть, если мы их усматриваем, мы возбуждаем дело, рассматриваем его, выдаем обязательное для исполнения предписание, чтобы эта реклама впредь не распространялась, и привлекаем виновных лиц к административной ответственности. Я хочу задать обычный простой вопрос. Вот мы, журналисты, даже вне работы, уже по инерции, смотришь, как напечатаны титры на других каналах, что вообще показывают, мониторим ситуацию, уже как бы независимо от того, хотим или нет. У вас вот эта профессиональная деградация, она тоже существует? Вы к любой рекламе относитесь с маленькой придиркой, вдруг чего не так? Дело в том, что и закон о защите конкуренции, и закон о рекламе очень часто во многих нормах используется понятие «может быть», «может привести». То есть, как бы, есть некоторые вещи, которые отданы на усмотрение правоприменителей, то есть нам. Поэтому для того, чтобы эффективно применять и антимонопольное законодательство, и рекламное законодательство, очень важно проникнуться духом. Действительно, это очень сложно. Сохранить баланс – это грандиозная задача. Безусловно, здравой смысл. И именно общественно-консультативный совет, вот эта вот форма, которая создана при надзорных органах, в том числе и при нашем, и общественный совет по рекламе помогает нам все-таки сохранять этот здравый смысл и более-менее адекватно относиться к той рекламе, которая распространяется. Вот люди постарше, бабушки наши, мамы, кто постарше, они все-таки против того, чтобы в фильме или в интересной программе так часто была реклама? Здесь очень важно видеть динамику в развитии законодательства. И все-таки динамика такова. Она направлена вот сейчас на уменьшение количества рекламы. И наружной рекламы. Я бы еще о качестве подумала, потому что некоторые вещи детям до определенного возраста видеть не стоит. Я согласен. Но это скорее в большей степени относится к телевизионной рекламе. А что касается качества рекламы наружной, так здесь очень большие полномочия муниципалитетов. Архитектурную, градостроительную политику на территории муниципальных образований проводить это не право, но обязанность муниципальных образований. Поэтому вырабатывая требования к типам, конструкциям, к тому, каким именно образом должна размещаться наружная реклама, город может, в частности, город Рязани, администрация города, очень эффективно регулировать эти вещи. Спасибо вам за эту полезную информацию. Это была программа «Городские встречи». Не переключайте интересные программы, даже если рекламный ролик между ними вам не очень нравится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин